Привет, друзья! Это новый выпуск Американец. Сегодня мы приехали в Кострому. Мы на окраине города, где есть такой знак, такой памятник Кострома. Знаете, в Америке у нас нет таких знаков, когда едешь в какой-то город. Я думаю, что это хорошая традиция. Люди же гордятся своими городами. Знаете, вот мне сказали такую вещь сегодня, что это однодневный город. Я не согласен, потому что я не успеваю везде. Я сейчас на центральной площади. И тут есть здание, здание. И мне сказали, что это по какому-то проекту питерскому. Костромчане, я не успеваю по всем вашим красивым местам, поэтому я прошу вас рассказать мне в холмингах, что это за здание. Я знаю, что это пожарная часть, но я знаю, что это просто значимое место, поэтому расскажите мне об этом. Вот. А так, это центральная площадь, это то, что я знаю. И вот здесь город сгорел, был сильный пожар. Екатерина, как ее? Женя, Екатерина Великая. Вот приехала, и местное население спросило Екатерина Великая, как мы должны строить этот город. И она взяла это вверх и показывала. Ну, костромчане, я очень прошу, что вы ей рассказывали, потому что сейчас на центральной площади боятся со мной разговаривать. И тут собака. Я уверен, что у этой собаки есть своя значимость. Я уверен, что костромчане, что вы в комнатах мне объясните, в чем дело. А то вот такие штучки, если бы мои дети были со мной, они бы объяснили мне, как пользоваться. Но я так сам не умею. Ну, пошли на Сусанин. И вот главный герой Костромской области Иван Сусанин. Тоже, в народе говорят, главная экскурсия водоросли. Ну, я немножко боюсь, то завтра говорят, что мы едем в болоту. Если вы больше меня не увидите, вот, спасибо, что подписались, что комментировали. Вот, но Иван Сусанин, это, конечно, целая история. Желаю ему светлой память. Не знаю, что еще сказать. Привет, друзья из гостиницы ВОГЭ, город Кострома. Тут становится мне и радостно, и грустно. Потому что я смотрю на это все, и сразу у меня столько ностальгии. В этой гостинице и во многих других местах это проводится, капитальный ремонт. Все переходит на евро ремонт. И вот эта все ностальгия, это куда уходит. Но я хотел показать вам мой номер, ретро номер на седьмом этаже, подоступный для населения цены. Пойдемте посмотрим. Вот, главная комната. Вот. Есть холодильник, отсюда в пешей доступности. Есть ретро кресло. И в евро номерах такого не найдете. И все как, все как раньше было. Это надо постоянно вытащить из розетки. Есть, конечно, кровать. Ну, габариты. Примерно, как мои габариты. Но ширина вот 90 сантиметров. Продвигается вместе с балконом вот такая штучка. Все, все предусмотрено здесь. Перед вами открывается Россия. Удивительно, но факт по демократичной цене. Ванная. Я считаю, что это гениально, друзья. Это гениально. Это один смеситель. И туда-сюда. Зачем два смесителя? Мне нравится. Вот принимаешь и сидишь. И заодно ванную принял, и с экономом жил пошли. Вот. Не надо нам такие длинные ванны, как есть у, ну, скажем так, у олигархов. Мы народ простой, мирный. И мы можем в таких ваннах. Вот. Пока, пока будут такие ретро номера, я буду только здесь ночевать. Мы поднялись в литрый район на 10 этаж. Это бизнес-класс. Это люкс. Here we are in floor number 10. This is where it all comes together. They said this is one of their luxury rooms at the Hotel Volga. Let's check it out. Мне страшно. Диваны. Есть и бар. Немножко другой телевизор. Я, наверное, не буду стукать по голове. Вот. Вечерная, вечерная кострома. Ога. Кондиционер. Ты можешь приезжать с пятими чемоданами. Утюг. Кладильная. Доска. Доска. Правильно. К сожалению, в этом номере нет сидячей ванны. Нету. Ну, если нравится, все равно можно здесь принимать. Бедей. Я немного стесняюсь об этом говорить, но есть бедей. Шампунем не пожалели. Просто в нашем районе есть просто немножко конвертик с шампунем. Это просто нужно успеть. А, еще душ. Друзья. Я тираю корни. Давайте сделаем так, договоримся, что мы сделаем свежий ремонт, но в советском стиле. Вот ванная, ну, как бы, вот это нормально, но давайте сделаем сидячее. Сидячее. И телевизор с большим экраном, но тяжелый, такой глубокий тоже. Друзья, это центральный парк Костромы. Это все, что я знаю здесь, но хорошо, что со мной вот Елена Анатольевна. Да, мы действительно находимся в центральном парке города Костромы, и мы подходим к памятнику Ленина. Он достаточно необычный, хотя, если посмотреть на фигуру Ленина, она достаточно стандартная, и таких памятников можно встретить очень много. Этот памятник поставлен на постамент, который был предназначен для памятника династии Романовых, царей Романовых, русских царей, 300-летию династии Романовых. То есть постамент Романовых стоит сверху Ленина. Да. История-то еще и заключается в том, что она была трагической, потому что закладной камень в основание постамента заложил сам царь Николай II. И фактически он заложил в основание камень памятнику своему убийце. Я езжу по российским дорогам, не московским. И тут есть конезавод, то есть лошади тут производятся. И тут медведки. Предупрежден, значит вооружен. Сусанинский район. Но я скажу честно, я даже сомневаюсь, что это указатель правильно показывает. Мы передвигаемся по бесконечной простории России, в великой стране. И мы пришли сейчас на место подвига Ивана Сусанина. Но очень жалко, что это давно произошло. Потому что я бы хотел с Иваном Сусанином вообще лично познакомиться. Здравствуйте! Так, кто из вас Иван Сусанин? Иван Сусанин сам встретился с самоваром. Вы не поверите, я живу в России 19 лет. Я ни разу не пробовал чай из настоящего самовара. Мы пришли на болоту. Знаете, вот сверху здесь, конечно, все красиво. Но тут немного сурово и... Ну что, что может пойти не так в болоте? Польско-литовский отряд, количеством где-то около 60 человек, пришел с севера на нашу землю. И попал в деревню Деревеньки, где стоял дом Ивана Сусанина. Враги жалуют к дому Ивана Сусанина, вылавливают его. И под угрозой пыток и казни они требуют показать, где находится царь. Иван Сусанин глубокой ночью оврагом с завалами лесными ведет врагов болота. Заводит их на засаду, где состоялась битва, сеча, где захоронен как бы наш земляк и герой Иван Сусанин, до сих пор как бы спорят историки. Существует четыре версии захоронения Ивана Сусанина. Одна из версий, что он так и покоится на Исуповском болоте, на Сусанинском. Вторая версия, то что он был все-таки вывезен с места сечи, был захоронен на центральном погосте, спас хрепели, село такое было. Третья версия, то что Иван Сусанин захоронен под летней церковью села Домнино. Четвертая тоже неподтвержденная версия, то что он в 1619 году по указу Михаила Федоровича был перезахоронен в Ипатерский монастырь. Но документально, кем не подтверждено. Но, как вы знаете, друзья, обычно у нас есть такой сегмент нашего ролика, когда со мной, когда есть Американец 2, я сижу на скамейке, мы что-то обсуждаем. Но Американец 2 по своей причине не смог присоединиться к нам в Кострому. Но ничего страшного, потому что я в болоте сижу на скамейке с Иваном Сусанином. Ну, в следующий раз, может, будет Американец 2. Или, может, просто всегда будет со мной Иван Сусанин. Ну, все, друзья, нас уже ждут в другом месте, но я немного тут застрял. Это торговые ряды. Это, как раньше было, ну, Икеа. Короче, я не знаю, что сказать еще по поводу Костроми. Поэтому подпишитесь, подпишитесь на канал. Я уверен, что я снова сюда приеду. Еще кое-что очень интересное вам покажу. Ну, все, пока.